Торжественные звуки оркестра, цветы, шары и праздничное настроение. Все в этот день для выпускников, для тех, кто в течение 11 лет успешно учился и целенаправленно шел к поставленной задаче. По золотой лестнице успеха и достижений поднимались в этот день выпускники-медалисты учебных заведений Кобринского района. 19 золотых и 4 серебряных медали завоеваны этими ребятами. Вручал их глава региона Константин Сумар. Я сегодня с удовольствием вручал эти награды, медали юным дарованиям. И, конечно же, хотелось бы, я им желал, нашим детям, чтобы в их жизни все получилось. Чтобы было и счастье, и успех в этой жизни. Но самое главное, я им говорю, чтобы они были настойчивыми, настырными. Падай, поднимайся, снова идти, потому что жизнь такая штука, что не все в ней гладко. Но достигает своих целей именно тот молодой человек, да и вообще человек, который поставил себе цель и с ней идет. Как бы трудно не было, как бы сложно не было, но и к ней идет. Он карабкается, и, как правило, вот это человеку все получается. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Некогда, сказал Великий Пушкин. Их, этих открытий, немало в Кобринском районе. И они достойны наград. Победители областных, республиканских, международных олимпиад. Они добивались успехов в спорте, искусстве и общественной жизни. А сегодня юноши и девушки делают очередной шаг в жизни. Расстаются со школой. Это очень волнительно, потому что я весь год старалась, и экзамены были действительно очень тяжелые. Тем более, я единственная медалистка в восьмой школе. И, как бы, напряжение очень большое было. Но ничего, все получилось, все хорошо. Хочу быть юристом-международником. И куда выступаете? В ПГУ. На факультет международного отношения? Международного права. Международное право. Какие видите свое будущее? Ну, я хочу открыть свою юридическую фирму. Не знаю, или получится, конечно, но надеюсь, что все получится. Позади годы беззаботного детства. Впереди дальнейшая учеба, работа. Но плоды знаний и жизненной мудрости, посеянные учителями в школе, навсегда сохранятся. И многое определят в дальнейшей судьбе этих талантливых ребят. Безусловно, дети, которые 11 лет отучившись в общеобразовательных школах и подтвердив тем высокие качества знаний, свои девятки, десятки, сегодня получат золотые и серебряные медали. Безусловно, можно сразу согласиться, что это умницы. Причем, зачастую эти дети совмещали не только просто хорошую, отличную учебу. Это, как правило, всегда было участие в общественной, спортивной жизни. Поэтому, на самом деле, сегодня наших 23 медалиста, которые сегодня и города, и района, потому что наравне мы сегодня не выделяем выпускников только города. Сегодня медалисты города и района будут чествоваться на нашей сцене и получат золотые и серебряные медали из рук Константина Андреевича Сумаров. У нас замечательные педагоги, прекрасный слаженный коллектив и уровень подготовки учителей, разумеется, те знания, которые они дают, довольно на высоком уровне. Что и свидетельствует в этом году у нас 7 медалистов, 4 золотых медали и 3 серебряные. Они активисты в общественной жизни, они личности неординарные, но в первую очередь это кропотливым трудом в результате учеба. Одна латинская пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни. И это действительно так, ведь именно школа учит преодолевать трудности, которые неизбежны на жизненном пути. Что будет дальше, зависит от самого человека. Но главное, как бы пафосно это ни звучало, честно служить Родине, отдавая силы, ум и жар своего сердца людям, в стране, в которой мы живем. Всем выпускникам наших школ, всей области нашей, именно желаю такого настроения, такого желания, и такого же терпения, и такой же настойчивости. Тогда, уважаемые друзья, все у нас получится. И мы вам передадим нашу, уже будем надеяться, что это достойная смена, которая приходит к нам, и которая будет делать все возможное, чтобы наша Брещина становилась все богаче. А впереди у ребят выпускной вечер, который будет полон приятных сюрпризов и интересных открытий, и принесет им массу удовольствия и незабываемых впечатлений.